Вертикальный и левый нож имеют две рабочие кромки, которые можно перевернуть после износа. На наших кругах рабочие органы ножи мы используем исключительно с армавитной наплавкой. Такая технология уже давно себя показала как самый долговечный, самый прочный. На ножи, кстати говоря, часть ножей плуга имеет двойной ресурс, так как имеет две кромки режущие. То есть после износа одной кромки нож переворачивается, устанавливается и можем дальше работать другой кромкой. Плуги наши называются скоростные, ввиду того, что каждый рабочий орган имеет ширину захвата 60 см. Соответственно, по сравнению с классическими плугами, где ширина захвата органа от 30 до 45 см, то мы получаем больший захват. Соответственно, при том же количестве времени механизатор может обработать большую площадь полей. Ну, соответственно, получается за счет этой скорости. Это вертикальный нож. Этот правый нож здесь ставится с обратной стороны левый нож. Вертикальный и левый нож имеют две рабочие кромки, которые можно перевернуть после износа. Правый нож, к сожалению, ввиду конструкционной особенности, он имеет только одну кромку. Вертикальный нож является как началом отвала, помогает вырезать и переворачивать почву. А обратный левый нож, он является уже началом подрезания почвы для следующего рабочего органа. В обычных наших классических плугах плой-эн нету левого ножа. Вместо него стоит полевая доска с обратной стороны. Ну, там, соответственно, получается за счет этого и меньшая ширина захвата рабочего органа. Именно поэтому они называются скоростными плугами. Так как имеют большую ширину захвата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok